приветствуем вас друзья на канале ваниила и ларисы сегодня приготовим одно из легендарных изделий времен советского союза дарницкий балык и вот в силу того что изделие действительно такое достаточно неоднозначное очень любимая моим поколением я помню в детстве для меня дарницкий балык был одним из самых таких серьезных мясных лакомств я хотел бы немножко углубиться в историю дело в том что дарницкий балык появился название дарницкий балык появилась 70-х годах двадцатого года до этого по госту 38 55 года это изделие называлась свиной балык сырокопченый вот и в чем суть в семидесятом 70-х годах были переписаны госты изменились некоторые требования и дарницкий балык уже перестал быть продуктом то есть как бы госта по дарницкому балыку не стало он начал изготавливаться по техническим условиям и как бы по этим техническим условиям был назван дарницкий балык то есть до этого был просто свиной балык на сказать что вообще любое мясо балыком называть достаточно некорректно такая терминология существовала наверно только советском союзе и в некоторых странах соцлагеря потому что балык но переводе с тюркского это рыба что интересно то что концу 70-х годов дарницкому балыку который изготавливался не по госту а именно по техническим условиям был прислал присвоен государственный знак качества ссср и вот как бы мы в принципе сейчас будем воспроизводить некоторое количество продуктов по гостам и по техническим условиям 70-х годов которым был присвоен знак качества ссср для меня это как бы такой серьезный показатель качества ну и для людей моего поколения тоже действительно продукты которые тогда выпускались под знаком качества советского союза были достаточно качественные и пользовались некоторым дефицитом если вы помните концу 80-х такие продукты как допустим дарницкий балык они вообще из продажи пропали их можно было купить только из-под полы будем использовать книгу юхневича вот опираться вернее на сборник называется я еще не выучил название сборник рецептур мясных изделий и колбас составитель юхневич очень интересная книжица ссылочку на скачивание найдете в описании видео как всегда всеми книгами интересными с рецептурами я с вами делюсь друзья а так как спонсором всех наших колбасных видео является интернет-магазин аромат дерева ты просто обязан сказать о том что ссылочку на скидочный промо-код для покупки любых товаров в интернет-магазине аромат дерева вы найдете в описании видео в этом интернет-магазине вы можете купить абсолютно все ну или почти все для приготовления домашних крафтовых колбас и других мясокопченостей и оболочки и сетки в общем заходите по ссылочке в описании смотрите и если вам что-нибудь понравится не забудьте использовать промо-код на скидку от нашего канала технические условия предусматривают два вида посола то есть либо так либо так на мой взгляд правильнее будет сделать смешанный посол поэтому мы и будем сегодня воспроизводить эту рецептуру со смешанным посолом но я считаю что так реально вкуснее первый посол будет сухой второй посол будет мокрый для приготовления дарницкого балака используется мясо свинина спинная мышца или как мы ее называем биточную часть у нас два вот таких вот классных кусок кусочка мы их по максимуму зачистили то есть если здесь есть слой толстый слой жира его лучше убрать вот сделать таким образом вес каждого из вот этих вот отрубчиков по килограмму то есть всегда просят назвать изначальный вес но тут особо значение не имеет потому что на выходе мы в любом случае получим из каждого кусочка 700 грамм также нам понадобится нитритная соль и сахар пропорции для первого сухого посола следующие на килограмм сырья 25 грамм нитритной соли содержанием нитрита натрия 0506 процентов и 1.25 грамм сахара смешиваем нужное количество сахара с нитритной солью и пока я смешиваю расскажу о сырье сырье для приготовления дарминского балыка как и для любых мясокопченостей должно быть созревшие после забоя животного мясо должно созреть в течение 5-7 дней в холодильнике это до засола друзья что постоянно задаете вопросы до засола перед тем как засаливать если вы покупаете мясо на рынке свежему то есть вам говорят что хрюшка вчера еще хрюкала значит обязательно это мясо в холодильник на тарелку можно прикрыть марлей ни в коем случае не в пакет целлофановый ни в какие вакуумы и при температуре 2-4 градуса в холодильнике мясо должно созревать 5-7 дней никаких контейнеров ничего вот так вот на тарелке марлечкой прикрыли и мясо созревает после этого приступаем к засолу если вы покупаете мясо в магазине то наверняка но там уже пролежала несколько дней и фактически оно созревшее можно приступать к засолу ну наверняка практически сразу в таком случае вы мясо купили вы его везете транспортируете она нагревается перед тем как приступить к работе с мясом обязательно охладите его в холодильнике берем вот такой вот контейнер так я пока трепался так и не перемешал соль вот теперь перемешал и начинаем равномерно нанести наносить посолочную смесь на наши кусочки свинки равномерно тут ключевое слово чтобы она просолилась со всех сторон хорошенько с торцов должно получиться друзья вы уже представляете себе вообще какая вкуснота получится вот народ который постарше люди моего поколения и старше они очень хорошо помнят это лакомство дарницкий балык это реально будет очень вкусно ближайшее время мы приготовим еще несколько очень интересных цельных цельномышечных мясокопченостей например вы наверняка помните тоже такое изделие такое такая штука продавалась магазинах называлась карбонат вообще в советском союзе все мясокопчености выпускались в разных в разных видах обработки то есть фактически допустим карбонат мог быть сырокопченый варено копченый просто вареный и просто запеченный ну это уже тема для отдельного видео так как мы сегодня готовим дарницкий балык вот так вот его хорошенько равномерненько засолили со всех сторон отправляем его на сутки в холодильник при температуре тоже 2-4 градуса а через сутки продолжим будем готовить рассол но так как завтрашнего дню рассол у нас уже должен быть готов так как мы будем дарницкий балык перемещать из сухого посола непосредственно в рассол сразу же расскажу о пропорциях вообще ссылочку на текстовый пошаговый рецепт и всю навеску ингредиентов найдете в описании этого ролика там будет и на так и написано текстовый рецепт тут друзья значит для приготовления рассола нам понадобится на 1 литр воды но тут вот как бы в этих технических условиях немножко по-другому я привык тому что если 15 процентный рассол это 850 миллилитров воды и 150 миллилитров 150 грамм соли то тут немножко не так получается на 1 литр воды мы берем 150 грамм нитритной соли содержанием нитрита натрия 06 процентов и два с половиной грамма сахара то есть в результате у нас где-то 12 процентный рассол получится ну вот такая вот консистенция это сейчас придумал надо точно посчитать литр воды 150 грамм нитритной соли и два с половиной грамма сахара рассол готовим заранее это же помещаем его в холодильник чтобы он был такой же температуры как собственно говоря наш засоленный балык завтра друзья на следующий день друзья можно переходить ко второй фазе к мокрому посолу посмотрите какие у нас кусочки мяса красивая получились классные ну собственно говоря извлекать их они чуть-чуть пустили сок извлекать их не надо приготовили рассол так как я вчера рассказывал по таким пропорциям заливаем это дело рассолом и смотрите оставляем на 3-4 дня единственная процедура которую нам надо делать это массаж до мясу надо делать массаж на производствах есть даже специальные машины для этого вот так вот хорошенько его разминаем каждый день и после этого помещаем в холодильник при температуре 24 2-4 градуса пусть она солится но массажиком не пренебрегаем если хотим чтобы у нас получился вкусный дарнический балычок ну и как бы так вот каждый раз промассажировали и на другой бачок его положили к мясу надо с любовью относиться чтобы она вкусная получалась ну что друзья вы делали массаж дарницкому балычку а я делал и переходим к следующему этапу согласно технологии перемещаем вот я соорудил такой поддончик для стекания на 24 часа перемещаем наш балычок в такой поддончик для стекания ну и дополнительного созревания то есть считается что он еще будет просаливаться и созревать 24 часа при температуре в холодильнике опять же таки в самом холодном месте температура должна быть 2-4 градуса на следующий день друзья приступаем к следующему этапу контейнер или любая емкость водой просто чистая холодная вода и отправляем наш даль дарницкий балычок на вымачивание на два с половиной три часа друзья прошло два с половиной часа мы извлекли из промывочной воды балык и промыли его под струей теплой воды температурой не выше чем 35 36 градусов и вот смотрите какой нюанс когда вы вымачиваете балык воды должно быть достаточно много потому что если воды будут будет маленькое количество то не вся соль из него уйдет и у нас был тут случай мы сделали советский рулет и люди потом начали писать что но рулет достаточно соленый получился я недоумевал потому что ну у нас как бы он нормально соленый не пересоленный а потом начали выяснять как что делали и выяснили что народ реально экономит на водичке шпагатика отрежу нужный кусочек в общем право промывочной воды должно быть ну реально много ее должно быть чтобы хорошо вымылась вся соль из куска мяска после этого делаем обвязочку не силен я в обвязках конечно но сейчас как-то сделаю для чего для того чтобы нам наш балычок подвесить на просушку а просушка нам нужно и вот в таком вот виде помещаем наш дарницкий балычок в холодильник на ночь на обсушку а завтра приступим к общению после обсушки в холодильнике в течение двух часов отепляем наш дарницкий балык при комнатной температуре желательно даже на небольшом сквознячке помещаем в коптильню при температуре 30 32 градуса в течение 6-8 часов в зависимости от концентрации дыма вашей коптильни после копчения друзья оставляем балык отдохнуть то есть это будет уже поздно вечером я не буду снимать я его просто вывешу и при комнатной температуре но в данном случае на веранде если это летом потому что в дом после копчения заносить ну очень сильный запах будет и дом весь пропахнет копченостями хотя может кому-то это нравится в общем оставляем на ночь отдохнуть при комнатной температуре утра наш дарницкий балык отдохнул после копчения и готов к созреванию выглядит очень красиво и аппетитно а пахнет еще более аппетитно друзья сейчас он потерял пять процентов веса то есть пять процентов влаги отправляем его в климатическую камеру на созревание температура 11 12 градусов влажность 75 процентов будем его вялить климатической камере до потери общей потери влажности 30 процентов то есть 70 процентов веса у нас должно остаться если у вас еще нет климатической камеры в описании видео я размещу ссылочку на ролик как сделать климатическую камеру из обычного холодильника там я рассказываю как сделать универсальный контроллер для климатической камеры все ссылки на запчасти будет в описании данного ролика и вы можете либо сделать его самостоятельно либо заказать у меня еще если у вас сейчас нету климатической камеры можно все это повесить подвесить в пластиковом контейнере пищевом холодильнике потому что в холодильнике слишком высокая влажная вернее слишком низкая влажность и он очень быстро высохнет а нам нужно чтобы он именно созревал итак друзья я думаю займет это где-то 15 дней ну вот я как бы дату естественно сегодня ставлю и как только дарвенский балычок будет готов мы на него посмотрим естественно продегустируем увидим разрез в общем до встречи через дней 15 я думаю ну что ж други мои прошло 20 дней немножко мы передержали по моему мнению балык так здесь здесь бирка получше давайте взвесим 950 грамм он весил сейчас весит 673 но принципе нормально 30 процентов потеря влаги и предлагаю так сказать зарезать его и приступить к самому интересному а именно продегустировать и четко понять какой дарвенский балык у нас получился я так подозреваю что дарвенский балык получился очень крутой ну и совершенно не зря я так подозревал действительно посмотрите какой он классный сейчас тоненько-тоненько я люблю балычок тоненько чтобы наш светился да и честно говоря и колбаску так люблю вообще все люблю тоненько хотя помните собачку соню она говорила что это неправильно что колбасу надо резать толсто а хлеб тонко ну у нас наоборот давайте посмотрим на разрез посмотрите пожалуйста какая красота получилась балычок просто суперский мы считаем идеальный по цвету по своей структуре по моему просто отлично давайте скорее пробовать зрители моего возраста прекрасно помнят вторую половину восьмидесятых когда существовало понятие дефицит и дарницкий балык просто так купить не было нельзя его надо было доставать и доставали его поверьте не такими вот батонами кусочками маленькими это был деликатес когда моему папе удавалось доставать достать дарницкий балык для меня это было праздником ну и сейчас я вам хочу рассказать я очень хорошо запомнил этот вкус с детства потому что наверное это было это один из самых ярких вкусов моего детства самая любимая вот такая мясокопченость так но я же про аромат не рассказал пахнет он просто божественно просто божественно это это потрясающе давайте будем пробовать нежнейший нежнейший настоящий дарницкий балык и вы знаете о чем я сейчас жалею что если рюмочку водочки не налил для дегустации этой прелести хотя и под пиво тоже пойдет что я вам хочу сказать друзья ну так что-то с кусочками тут увлекся дегустации пока лариса камерой занималась по соли идеально просто идеально может быть даже вот на мой взгляд он где-то мало сольный не норме по соли в норме эту схему соленья но я считаю что даже людям которые не любят соленое он не покажется слишком соленый вот по моему идеально по вкусу по копчению мы попали вот четко четко во вкус получилось просто суперский друзья как обычно с удовольствием представляем вам рецепт дарницкого балыка мы готовим для вас много всего вкусного и интересного не забудьте присоединиться к нашей группе фейсбук о приготовлении домашних колбас сыров и вкусного домашнего алкоголя ссылочку найдете в описании там очень интересно у нас собралось очень классное сообщество людей которые делятся своими рецептами делятся своими какими-то изобретениями кто-то строит коптильню кто-то еще что-то делает и все это обсуждается и как бы люди делятся этим в группе также там можно задавать вопросы рекламировать свои товары очень переходите по ссылочке подая подавайте заявку присоединяйтесь а мы с лаисой готовим для вас вкусные сыры колбасы и конечно же домашний алкоголь всего доброго пока